Хэллоуин И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус И как вы уже понимаете, наш сегодняшний видеоролик будет полностью посвящен одному из самых мистических и опасных маньяков Олицетворяющих весь тот кошмар, который скрывается за праздником Хэллоуина Речь пойдет о довольно загадочном своем происхождении убийце, известного нам как Майкл Майерс Этот маньяк вызывает интерес и восторг аудитории уже более 40 лет, постоянно возвращаясь на экраны с новыми историями и подробностями На данный момент во франшизе Хэллоуина насчитывается 11 фильмов, не учитывая истории под названием Сезон ведьм и продолжение, которое нам обещают показать в 2022 году Эти фильмы рассказывают нам 4 разных сюжетных линии, в каждой из которых раскрывается свой взгляд на историю Майкла и его нечеловеческие способности Тайны его силы и непонятная для некоторых мотивация до сих пор вызывают лишь вопросы касательно того, кем же является Майерс на самом деле Кто же он? Просто маньяк или же зло в человеческом обличии? А может он никогда и не был человеком? Каждая сюжетная линия отвечает на эти вопросы по-своему, развивая определенные ответвления Именно поэтому в нашем сегодняшнем ролике я расскажу вам историю Майкла Майерса и то, как его демонстрировали во всех кинолентах Обязательно поддержите меня своими лайками и не забудьте про подписку на канал, ведь вас ждет еще много интересных разборов персонажей из жанра хорроров Ну а теперь, пора начинать Первая сюжетная линия включает в себя основные два фига А также события четвертой, пятой и шестой части История зацикливается на том, что Лорис Троуд является родной сестрой Майкла Майерса А поэтому вся его мотивация объясняется желанием убить всех тех, кто является для него кровным родственником В первых двух фильмах это хоть как-то входило в рамки повествования, что лишь добавляло киноленте нужную для зрителей атмосферу Однако уже в следующих частях, когда Майкл устроил охоту за дочерью Лорис Троуд, история начала уходить в религиозную мистику В этой сюжетной линии история Майкла объясняется проклятием Торна, передаваемого в виде печати И проявляемого силу своего хозяина в ночь Самайна, или же как мы уже привыкли говорить, в ночь Хэллоуина Сама легенда берет свое начало от древних друидов, которые считали, что для предотвращения массовых смертей среди племен Демон Торн выбирал одного ребенка из каждого народа, которые должны были убить всю свою семью Тем самым спасая племена от возможных катастрофических событий, таких как чума и засуха Одержимость проклятием Торна давала своему владельцу нечеловеческую силу, стойкость и бессмертие Что объясняет подобные возможности Майкла Майерса Для избавления от проклятия, носитель должен убить всех кровных родственников После чего печать должна передаться другому ребенку И тот продолжит этот круг ради спасения племен Именно эта легенда легла в основу всей первой сюжетной линии Которая старалась дать зрителям свою версию истории Майкла И то, почему он преследует свою семью Хотя уже под конец становится понятно, что тема Майерса исчерпывает себя при подобном повествовании Вторая сюжетная линия полностью возвращается к Ори Строуд Включая в себя два основных фильма, а также Хэллоуин 20 лет спустя и Хэллоуин Воскрешение История отменяет события 4, 5 и 6 части А это означает, что в сюжете будет отсутствовать культ и появление дочери Лори За которой Майкл гонялся в прошлых фильмах Теперь же повествование идет спустя 20 лет после второй части И Лори скрывается в совершенно ином городе, сменив свое имя на Кэрри Тейт У нее есть 17-летний сын по имени Джон Который беспокоится за свою мать, так как она до сих пор не может забыть Майкла И то, что происходило в 1978 году В этой сюжетной линии все основные детали истории были уделены конкретно Лори Строуд и ее развитию как персонажу Однако о Майкле мы практически ничего не узнаем Второй фильм, имеющий под заголовок «Воскрешение» Лишь первые 15 минут повествует основной сюжет Хэллоуина В котором все заканчивается смертью Лори Строуд и победой Майкла Однако после история резко меняет свой приоритет Рассказывая о группе подростков, которые залезают в родной дом Майерса Исследуя его секреты в прямом эфире Основная проблема в том, что большинство секретов были подделкой, которую специально там разместили для подростков и всех зрителей Единственное, что там было действительно настоящим, это скрытый подвал Майкла Где он питался крысами и прятался от людей Фильм не имеет никакой сюжетной значимости, поскольку он сатирически высмеивает тех, кто копается в истории Майкла Стараясь понять происхождение его сил Режиссер в буквальном смысле говорит через свой фильм, что Майерс не имеет истории, потому что у него ее нет И все его убийства это просто убийства, которые не вызваны психологическими травмами или же издевательством родителей Майкл это зло, которое будет убивать, не давая людям ответов И в этом вся его суть Третью сюжетную линию можно назвать полным ремейком всей истории Поскольку в нее входят два фильма, полностью переосмысливающих всю историю Майкла Майерса и то, почему он стал убийцей За основу были взяты события первого фильма, которые демонстрируются зрителям с новыми подробностями и масштабными сюжетными изменениями Теперь же поступки Майкла объясняются его сломанной психикой из-за постоянной травли в школе и дома Стараясь выражать собственный гнев через убийство животных, Майкл доходит и до убийства людей Пока его не отправляют в лечебницу Смит Броу, где мальчик начинает замыкаться в себе, скрываясь от реального мира под создаваемыми им масками Спустя 15 лет ему удается сбежать, после чего он отправляется на поиски своей сестры Но не ради ее убийства, а ради того, чтобы собрать семью Это становится понятно после сцены, где Майкл показывает Лори старую фотографию от своей матери К сожалению, она не смогла понять увиденного, поскольку ее родственная связь с Майерсом раскрывается только в середине второго фильма Именно там вся концепция истории начинает рушиться, что и объясняется огромным количеством отрицательных отзывов о данном ремейке В нем Майкл обретает свое бессмертие без видимых на то причин, следуя галлюцинациям в виде собственной матери Она наставляет Майерса на то, что нужно снова собрать семью, чтобы быть счастливыми Весь фильм нам демонстрируется поехавшая крышей Лори Строуд, сменивший приоритет доктора Лумис Которого теперь интересуют только деньги, нежели человеческие жизни И Майкл Майерс, раскрывающийся нам не как жестокий маньяк, а как псих с наивными детскими мечтами Его убийства не имеют какой-либо связи или смысла, потому что ему просто хочется снова собрать семью В конце, когда Лори окончательно едет крышей, ее, как и Майкла Майерса, застреливают После этого мы видим сцену из психиатрической клиники, которую старались продемонстрировать как нарративно важную Всю данную сюжетную линию можно считать самой худшей среди всех Поскольку создатели ушли от основного образа Майкла Майерса, создав совершенно неинтересного маньяка Вся его основа была в стиле убийств, поведении и даже собственном юморе Однако, стараясь отойти от этих канонов, основной образ Майкла полностью исчез, отчего возникает чувство, что мы смотрим с вами самый банальный фильм жанра мистика Который никак не связан с франшизой Хэллоуина Четвертый, на данный момент последний сюжетная линия, включает в себя события первого фильма, а также Хэллоуин 2018 Хэллоуин убивает, вышедший в этом году, и Хэллоуин заканчивается, релиз которого обещают в следующем году Из повестания была исключена родственная связь Майкла Солари, однако это не помешало связать их между собой крепкими узами ненависти Фильм рассказывает о событиях спустя 40 лет, с момента нападения Майерса Все это время Лори готовилась к возвращению Майкла, тренируя дочь и готовя свой дом к атаке маньяка Она не может избавиться от мыслей о том, что Майерс снова придет за ней История раскрывается максимально интересно, переосмысливая то, что зрителям было показано в альтернативной версии фильма Под названием Хэллоуин 20 лет спустя Хиталента 2018 года дает сюжетную завязку всех ранее показанных событий, демонстрируя зрителям незабываемый экшен В то время как фильм Хэллоуин убивает, возвращает не только уже знакомых героев, но и частично объясняет историю Майерса и то, откуда он черпает свои силы Человек не может пережить того, с чем сталкивался Майкл И думать о том, что он состоит из плоти и крови, будет огромным заблуждением Чем больше он убивает, тем сильнее становится Истинное проклятие Майкла Майерса состоит в страхе, который испытывают люди в ночь Хэллоуина Зло всегда будет рядом, даже если его не видно Оно будет разделять людей, сея хаос вокруг В этом и есть суть зла Оно не имеет эмоций, не имеет чувств, не имеет цели Оно устраивает кровавую бойню без какой-либо мотивации Это бесконечная тьма, от которой невозможно сбежать В этом и есть весь Майкл Майерс Он стал символом зла, которого не победить Вы же не можете просто уничтожить свой внутренний страх Редактор субтитров А.Семкин